Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Горелик Моисей Хаимович. Интервью и литературная обработка Григорий Койфман. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 24 октября 2010 года. Часть первая. 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 милиционер, и немцы сразу его пристрелили. Мотоциклисты уехали, а к вечеру в Смеловичи вошла немецкая танковая часть. Утром немцы двинулись в направлении на Червень, и уже на следующий день в поселке стали всем заправлять местные полицаи под руководством немцев. В помещении здания пожарной команды на углу центральных улиц Комсомольской и Советской открылся полицейский участок, и был объявлен набор добровольцев в полицию. Сразу человек 40 белорусов и поляков записались в полицаи, а начальником полиции назначили поляка Казимира Рака. Пошли добровольно служить в полицаи Андрей Курейчик, братья Леонид и Казимир Герасимовичи, Леонид Артемович. Некоторых из них я знал по школе, они учились в старших классах, и буквально через пару дней один из полицаев, Курейчик, с которым мы до войны были приятелями, пришел в наш дом с белой повязкой полицаи на рукаве. Он забрал велосипед, потом стал рыться в шкафу, увидел кожаные подметки и прихватил их себе. Я спросил его, Андрей, зачем ты берешь наше добро? На что он ответил, вам же дам, оно больше не понадобится. А кстати, где твой дядька, минский коммунист, прячется? Люди видели, к вам на белой лошади приезжал. Уже через день после захвата с Миловичей начались расстрелы коммунистов, комсомольцев и бывших советских активистов. Собрали 50 евреев-мужчин, сказали, что их отправляют на восстановление разрушенного моста в Червень. Их довели под конвоем до деревни Гудовичи, заставили под дулами винтовок выкопать себе могильную яму, и всех до единого расстреляли на месте. Моя мать стала невольным свидетелем этой трагедии. Она как раз пошла в Гудовичи менять вещи на продукты у крестьян, и когда услышала выстрелы, то затаилась в кустах, и своими глазами видела, как немцы расстреливают евреев. Среди убитых были братья Плакс, Давид Кауфман, Наум Лев, мой товарищ по школе 16-летний Вол и другие. Весь июль немцы и полицаи убивали евреев, но не было пока общих массовых расстрелов. На центральной площади стоял монумент Ленину, так на вытянутой руке скульптуры немцы повесили верующего еврея Равина Симху Шапиро, который отказался выполнить немецкий приказ и стать старшим над евреями. Полицаи начали вылавливать евреев, прятавшихся у крестьян по окрестным селам, благо недостатков в доносчиках не было. В стогах сена возле села Дукорщина скрывался известный всей республике архитектор Коржун со своим 13-летним племянником. Выдал их местный крестьянин по фамилии Писарчук, за что немцы наградили его парой сапог. Полицаи их поймали, привели в участок, избили до полусмерти, а потом вздернули на веревках, на телеграфном столбе напротив участка, повесив жертвам на грудь таблички с надписью «ЖИДЫ». Тела провисели на столбе трое суток, потом немцы привели на это место трех евреев – Бориса Плаксу, Абрама Тейфа и Хаима Кофмана, приказали им снять трупы повешенных и бросить в яму возле базара. При этом евреев заставили петь «Интернационал». В те же дни был пойман немцами бывший секретарь нашего райкома партии Плетнев. Его расстреляли вместе с двумя детьми и сестрой в карьере возле Соломинки. С Миловичих и в окрестностях ежедневно проходили облавы и погромы. Убийства евреев стали обыденным делом для полицаев. Когда было организовано гетто? В августе 1941 года. Под гетто выделили улицы Войсковую, Зеленую, Минскую, Гершелекерта. Это примерно 80 домов, в которых и раньше проживали евреи с Миловичей. Те, кто жил ранее за пределами отведенного под гетто района, были обязаны немедленно перебраться в него, а в их оставленные дома сразу заселялись местные поляки и белорусы. В гетто также пригнали евреев из окрестных деревушек, и в него еще заключили 300 минских евреев. Это были люди, пытавшиеся в первые дни войны уйти на восток, но после неудачной попытки они остались в Смиловичах, Лядах и Дукорщине. В общей сложности в гетто было около 2000 человек. Наш дом находился в границах гетто. По поселку были вывешены приказы о новом порядке, согласно которому евреям запрещалось без пропуска выходить за пределы гетто, убивать скот, держать домашний скот, покупать продукты у местных жителей, ходить по тротуарам и так далее. За нарушение каждого пункта приказа была обещана одна кара – расстрел. Население гетто не получало от местной власти никакого продовольствия, и каждая семья добывала пищу как могла. У тех, чьи дома и ранее находились в границах гетто, были огороды, которые спасали на какое-то время от голодной смерти. Но прокормить многодетные семьи было невозможно. Мы чувствовали себя обреченными и бесправными, каждый день жили под страхом очередных убийств, грабежей, погромов. Моей семье в какой-то степени было чуть полегче, чем некоторым другим. Дело в том, что бывшая учительница моей школы, белорусская Мария Зелинская, была поставлена немцами торговать хлебом, и, узнав, как мы бедствуем, она при встрече сказала мне, чтобы я пришел завтра к ней в магазин. Я так и сделал. Зелинская написала записку начальнику пожарной команды, чтобы он выдал мне лошадь с повозкой, и я стал возить хлеб из пекарни в магазин Зелинской, за что она мне тайком каждый вечер давала по буханке хлеба, который я приносил младшим сестрам и брату. Взрослые мужчины из гетто работали в кожевиной артели и на войлочной фабрике. Бежать из Смеловичей нам было совершенно некуда, партизан в округе не было, а со стороны большинства местных поляков и белорусов отношение к нам было враждебное, и только редко единицы отваживались помогать несчастным и обреченным евреям. Оружия в гетто не было, в окрестностях нашего местечка бои не шли, и достать себе винтовку или пистолет не мог никто. Однажды в гетто из леса пришел с винтовкой бывший председатель колхоза Давид Аврухин, но полицаи выследили его на татарской улице и убили. Когда была проведена акция по ликвидации гетто? 14 октября. За несколько дней до этой трагедии моего отца вместе с несколькими евреями полицаи отправили перегонять стадо из 60 коров, отобранных у евреев, на станцию Руденск, что в 20 километрах от Смеловичей. Отец не вернулся, и мы не знали, что и думать о его судьбе. 13 октября в гетто Смеловичей прибежал вместе с внуком старый еврей из деревушки Дукоры. Он рассказал, что накануне немца расстреляли 500 евреев из этой деревни. Фамилия этого старика была Эйне. Полицаи сразу обнаружили чужого в гетто, схватили старика и вместе с внуком поволокли в полицейский участок, где их избили, а наутро расстреляли. 14 октября со стороны Дукор в Смеловичи стали заезжать машины, одна за другой, крытой брезентом грузовики, и через считанные минуты все гетто было окружено карателями и полицаями. Мама схватила самую младшую дочь Малку и ушла из дома. Больше я ее не видел. Гетто цепили немцы, полицаи и литовцы. В оцеплении один от другого стоял в десяти шагах, и вырваться из этого кольца было невозможно. Полицаи выгоняли евреев из домов, и сотни людей, словно стадо овец, погнали в район Соломинки, где возле старого кладбища находился песчаный карьер. Люди шли молча, понимая, куда их ведут. Когда нас привели к карьеру, то здесь некоторые пытались вырваться из колонны и убежать, прорваться через оцепление, но их в упор и в спину расстреливали полицаи. У края карьера немцы поставили ведро, куда обреченные должны были бросать ценности, кольца, деньги, монеты царской чеканки. А потом ударами прикладов полицаи подгоняли группы евреев в краю обрыва, выстраивали в шеренгу по пятьдесят человек. И тогда литовцы-каратели расстреливали евреев из пулеметов, а местные полицаи-белорусы стояли в оцеплении. Малышей до двух лет литовцы сбрасывали живыми в яму, которая быстро наполнялась трупами. А потом очередь дошла и до нашей группы. Я не могу словами передать весь ужас, испытанный мной в это мгновение. Нет слов. Затем удар в голову, и я провалился в бездну. Очнулся я уже в яме, набитой трупами и недобитыми ранеными. Я слышал крики женщин, детский плач, стоны раненых. Я был весь в крови, в своей и чужой, и не понимал, жив я еще, где нахожусь. На глубокой ночи я лежал в могильной яме среди сотен трупов. У меня на груди лежала мертвая трехлетняя сестренка Майя. Я пытался пошевелить руками, но не смог. Руки и все тело были зажаты телами погибших. Стал двигаться, чтобы освободить руки, а потом пробираться через трупы наверх. Я выбрался из этого ада. Я остался живым. Пуля только по касательной задела мою голову. Но в могильной яме навеки остались лежать мои родные и любимые. Девятнадцатилетняя сестра Эстер, десятилетний брат Зисель, тридцатилетняя сестра Лея и трехлетняя сестра Майя. Я надеялся, что хоть мама с маленькой сестренкой Малкой остались живых, но позже узнал, что маму поймали два местных полицая, поляк Казимир Германович и белорус Леонид Сидорович. Один из них схватил Малку за ножки и с размаху ударил ее головой о стенку дома. Мама упала возле убитой дочки, и подлеца ее застрелили на месте. Я, выбравшись из могилы, уже осознал, что мне нельзя возвращаться в Смеловичи, меня там многие знают, и любой полицай сразу убьет меня на месте. И я пошел в сторону Минска. Там проживало много наших родственников, и у меня теплилась надежда, что кто-то из них еще жив и поможет мне укрыться. По дороге была деревня Корзуны, там жил наш знакомый мастер-строитель, белорус Илюк. Я постучался к нему в хату, он узнал меня, удивился, что я живой, и сказал, заходи, только ненадолго, сам знаешь, что здесь творится. Я рассказал, что смог уцелеть во время расстрела, а всех остальных евреев поубивали. Илюк дал мне кусок хлеба и кружку воды, потом сказал, да ты весь в крови, так нельзя, на улице первый же полицай тебя задержит. Илюк достал кое-что из одежды. Переоденься. И тогда его жена стала орать на меня. Уходи, сейчас сын должен прийти, а он полицай, тебе плохо будет. У меня уже не было сил идти дальше, и я с большим трудом добрался до деревни Обчак, в утреннем тумане постучал в домик железнодорожного мастера. Он сразу понял, кто я такой, но в дом запустил. И здесь я увидел своих знакомых из Смиловичей, супругов Воскович, Залмана и Нехаму с двумя детьми. В момент уничтожения гетто они сумели пробраться в русскую часть местечка, забрались на чердак своего бывшего дома и там затаились. Когда полицаи стали прочесывать дома в поисках евреев, то лестница на чердак показалась им слишком ветхой, они не стали подниматься наверх, и это казалось спасением для Восковичей. Они мне рассказали, как убили мою маму с крошечной малкой, они видели все с чердака. Я пробрался в Минское гетто и нашел жену маминого брата Шапиро. Она рассказывала, как погиб муж, плакала от горя и вдруг опомнилась. А ты отца своего видел? Он заходил к нам на днях. Я не поверил, что папа живой, но тетка сказала. Я его устроила жить в Апанском переулке. Завтра туда пойдем. Отец не ожидал меня увидеть живым. Мы обнялись и слезы душили нас. Из нашей семьи восемь душ, нас осталось живых только двое. Кто-то еще уцелел из Удников с Миловичского гетто. В октябре сумели спастись, кроме меня и Восковичей, также мой отец Хаим Гориликс, еще с двумя евреями, которые вместе с ним перегоняли скот в Руденск. И когда они пришли на станцию, то там как раз происходил погром, а через день они добрались до Дукор, где в это время литовские каратели расстреливали евреев. И тогда отец с товарищами бежал в Минск. Назад с Миловичей дороги уже не было. Абрам Тейф, который был на два года младше меня, во время расстрела укрылся в тайнике в своем доме и тем самым спасся. Мы с ним вместе потом были в одном партизанском отряде. Еще несколько человек за два-три дня до ликвидации гетто сбежали в Минск, где укрылись на территории гетто. Но судьба Минского гетто была не менее ужасной, чем любого другого гетто в Белоруссии. Так что бегство в Минск явилось для нас не спасением, а отстрочкой от неминуемой смерти. Продолжались наши муки, и каждый день каждый из нас ждал смерти. Выжили только те, кто смог попасть в партизаны. Некоторые евреи во время расстрела в Смиловичах смогли незаметно выбраться из местечка и укрыться в окрестных лесах. Но после 14 октября полицаи стали прочесывать деревни, и, например, в Корзунах один из полицаев, бывший рабочий учебного хозяйства, обнаружил и застрелил Сару Маргалину. Был пойман полицай, мой двоюродный брат Лейзер Горелик. За месяц до войны его призвали в армию и направили служить под Брест. Он смог выбраться из окружения, вернулся в Смиловичи и во время акции по ликвидации спрятался, затем пробирался в Минск. Его схватили на Могилевском шоссе, связали по рукам и тащили за машиной волоком, пока он не умер. Почти два года вы были узником Минского гетто. Как удалось уцелеть? Я поселился с отцом в Опанском переулке, где в двухкомнатной квартире проживало больше 20 человек, в большинстве женщин и дети. Мы сразу стали делать малину, тайное убежище, которое давало небольшой шанс на спасение во время очередных акций по ликвидации. Внешне квартира выглядела однокомнатной, и во время полицейских арестов и обысков мы скрывались во второй комнате, вход в которой был заделан нами кирпичной стеной, покрытой штукатуркой и завешенной старым ковром. Внизу стены была прикреплена тумбочка, а за ней лаз, через который люди во время облав пробирались в малину и прятались. Первые дни ноября я пошел регистрироваться на биржу труда в гетто, поскольку родные уже не могли меня подкармливать. Все и так уже страдали от постоянного голода, и каждая крошка хлеба была на вес золота. На бирже труда никто не потребовал у меня регистрационную карточку Юденрата. Меня без лишних слов направили в рабочую команду, и я попал в ряды рабов немецкой строительной компании «Лейман». Мы работали на строительстве бараков и складских помещений. Кормили рабочих только один раз в день, давали тарелку жидкой похлебки из кормовой свеклы. Хлеба рабочим нашей команды не полагалось. Каждый день ранним утром на юбилейной площади собирались рабочие команды, и полицейский или армейский конвой разводил нас по объектам. Отец смог попасть со мной в одну команду, и мы с ним вместе вкалывали на этой каторге. Каждый день мы уходили на работу, не зная, а доживем ли до вечера. Жизнь человека в гетто не стоила и медного гроша. Евреев убивали ежедневно и немцы, и полицаи. Могли убить без малейшего повода, но было множество случаев, когда проводились акции в наказание. И голод страшно и истребительный. Весной 1942 года наша команда работала рядом со станцией «Минск-Товарная», и здесь я увидел свою двоюродную сестру Хаю Кауфман. Она работала чернорабочей на кухне при станции. Здесь готовили горячее питание для немецких солдат, следующих в эшелонах через Минск. Немцев кормили прямо на станции, и еще готовили специальные баки с овощными супами и кофе в дорогу. А через Минск каждый день проходили на запад и на восток десятки воинских немецких эшелонов. Хая сказала мне, что она попробует пристроить меня в рабочую команду при кухне, поговорить с немкой, с сестрой-хозяйкой, которая там всем заправляла. Пищу варили в больших котлах, которые надо было мыть и чистить, и, кроме того, надо было пилить и рубить дрова для топки печей. А при кухне было всего восемь рабочих, и они не успевали справляться. Хая помогла мне, а затем и моему отцу попасть в команду при кухне. И хоть работа была тяжелой, но мы были сытыми и каждый день приносили в гетто две маленькие кастрюльки с супом и немного хлеба, чтобы покормить людей, живущих с нами в одной комнате. Хая, добрая душа, погибла в июне 1942 года. Она жила вместе со многими нашими родственниками в двухэтажном доме на обувной улице, и из этого дома ушли в гетто в лес искать партизан двое молодых парней. Кто-то донес об этом немцам, и все жители дома были уничтожены полицаями. В один из дней в шесть утра я пришел к Хае Кауфман, чтобы вместе отправиться на работу, и увидел перед собой ужасную картину. Все, кто жил в этом доме, были зверски заколоты, зарублены, расстреляны. Трупы лежали везде в лужах крови. Десятки мужчин, женщин, детей. Среди них мои двоюродные братья и сестры со своими семьями. Хае Кауфман, брат Фима, старшая сестра Маша Плакс, с двумя маленькими детьми, Раей и Семой. И в эту минуту я четко осознал, что не буду немецким рабом, овечкой на заклание, а буду мстить за свою семью, за всех своих родных и близких, за свой народ. В сентябре я с двумя товарищами ночью перелез через проволочное ограждение, покинул гетто, и мы направились искать партизан в сторону деревни Шацк. Несколько суток бродили по лесам и тайным тропам, заходили в малые деревушки и дальние хутора, но местные партизанах ничего не слышали. Смотрели на нас кто с ненавистью, кто просто косо, и только пару раз нашлись добрые люди, которые дали нам кусок хлеба в дорогу. Мы были вынуждены вернуться в гетто, поставив для себя целью раздобыть оружие, иначе нас бы ждала в лесу очень быстрая и неминуемая гибель. Отношение к нам со стороны местных белорусов было большей частью враждебное. Как только немцы проводили очередную акцию ликвидации в гетто, разгружали гетто от лишних ртов, выгоняли людей из домов прикладами, нагайками, собак или просто расстреливали прямо на месте, то вопустевшие от евреев дома сразу большими толпами бросались местные мародеры и грабили пожитки убитых. Когда наши рабочие колонны вели по мосту через Немигу на улице Мясникова, то по дороге белорусы плевали нам в лицо, а местные дети швыряли в нас камни через колючую проволоку. Я продолжал с отцом находиться в одной рабочей команде, а во время массовых акций по ликвидации мы прятались в малине. Или получалось так, что немцы в момент погрома специально оставляли рабочие команды за пределами гетто, им пока еще требовалась живая рабочая сила. Так я смог в 1942 году пережить два страшных больших погрома в гетто – мартовский и июльский. Но даже нахождение в рабочей команде не гарантировало, что ты доживешь до завтрашнего утра. Например, мой отец возвращался в гетто с другой колонной. Так на улице Республиканской колонну остановили гестаповцы и стали проводить селекцию рабочих по профессии. Спрашивали у каждого, какой специальность он имеет. Когда очередь дошла до отца, то он, зная, в каких специальностях на сегодняшний день нуждаются немцы, назвался столяром – Тишлер, и ему приказали отойти в сторону, где уже были собраны нужные вермахту специалисты. Их поставили на колени и так держали несколько часов, пока не закончилась сортировка. Простых рабочих немцы отвели в другую сторону и расстреляли на месте. Каждый день жизни был для нас как подарок судьбы. Многократно было и такое. Собирают рабочую команду человек 200-300, мужчин, объявляют, на какой объект работы их отправляют, а на самом деле вывозят команду на расстрел в Тучинку, Дрозды или в Кайданово, или в другие места для массовых расстрелов. Было несколько случаев, когда за побег одного еврея из рабочей команды в наказании была расстреляна вся команда. И немцы никогда не смотрели, сколько в ней человек – 50 или 400 – расстреливали всех без разбора и жалости. Убивали каждый день в гетто и за его пределами. Постоянно убивали нас конвойные немцы и полицаи просто так, для удовлетворения своих зверских инстинктов, ради изуверской забавы. Счастьем было для нас, когда попадался конвой из венгров или итальянцев. Эти вели себя более лояльно и спокойно. На территории гетто все деревянные заборы разобрали для отопления, и местность вокруг домов выглядела совершенно голой. И как-то я иду по своей улице Опанской и нарываюсь на главного немецкого палача Рихтера, который часто приходил в гетто и лично убивал людей. В одном из дворов стоял Рихтер, возле ног его любимая овчарка, а за спиной находился Гаутман, кстати, русский по национальности. У стены дома Рихтер уже выстроил десять евреев, привычная сцена. И тут Рихтер повернул голову и увидел меня. Сразу зарал. Цумир, ко мне. Я подошел, и немецкий в ком приказал мне встать к стене. Я повиновался, встал лицом к стене и стал ждать выстрела в голову. Рихтер кричал. Вы все проклятые паршивые евреи. Раздался первый выстрел, второй, третий. Потом Рихтер выругался. Шайзе, швайн. Плюнул на землю и пошел дальше. Видимо, на сегодня устал убивать. Мы моментально кинулись по сторонам, а у стены дома остались лежать тела трех только что застреленных Рихтером выстрелами в голову евреев. Самая страшная судьба ждала малых детей. Сотни сирот, родители которых уже были уничтожены, бродили в гетто в поисках куска хлеба. Полицаи их вылавливали в гетто и в русской части Минска и наравне со взрослыми увозили на расстрел. Каждое утро территорию гетто объезжала босс из двух колок, на которой санитарная команда собирали трупы убитых и умерших за истекшие сутки и везла хоронить. Даже находясь на работе, при кухне, работая на заднем дворе, я не чувствовал себя в безопасности. Я пилил дрова и чистил котлы, и как-то вышел весь черный от сажи, в грязной телогрейке на кухню, и тут меня увидел немец-солдат и закричал «Юда!» Я огрызнулся. Сам ты, Юда! Немец стал раскрывать кобуру пистолета, но в этот момент появилась немка, сестра-хозяйка. В ее руках был тазик с горячей водой, который она моментально выплеснула на немца. Спасла меня, другими словами. Весь Минск постепенно превращался в одно сплошное кладбище. Убивали в не только евреев. Уничтожали коммунистов и комсомольцев, членов подполья, военно-пленных и простых мирных жителей, взятых в заложники. Никогда не забуду, как в один морозный день в январе 1942 года в Минск эшелонами привезли 10 тысяч военно-пленных красноармейцев, раздетых, измученных и изможденных голодом. Их гнали колонны от вокзала до парка челюскинцев и убивали по дороге, а потом всех загнали за колючку и уморили голодом. Вы пытались каким-то образом выйти на подпольную организацию и установить с ней связь? У нас не было прямого выхода на подполье. Надо отдать должное, что конспирацию подпольщиков была на высоте. Но мы знали, что из леса приходят проводники и выводят евреев к партизанам. Но мы также знали, что без оружия в партизанские отряды евреев не принимают. В конце 1942 года мы, несколько молодых ребят из рабочих команд, создали свою подпольную группу, в которую попали только те, кто был способен к решительным действиям. Всем нам тогда было по 15-17 лет. В кухонной команде со мной работали братья Семен и Лева Золаны, Фима Гимпель и из других команд к нашей группе примкнули Яша Негневицкий, Абрам Ботвинник, Исаак Драбкин и Илья Гринберг. Самым молодым в нашей группе был Абраша Тейф. Ему еще не исполнилось и 15 лет. Кстати, к вашему сведению, к этому периоду подполье в гетто было большей частью истреблено, а выжившие опытные подпольщики уже ушли в партизанские отряды Минской зоны – Седлецкий, Кравчинский, Фельманс, Моляр и многие другие. Но даже если бы подполье гетто продолжало активно действовать, скажем, стало бы готовить массовые восстания в рабочих командах, то я могу вам твердо заявить, это восстание, произойдя оно, немцы бы моментально подавили, а все рабочие команды перебили бы на местах. Минск был наводнен белорусскими и литовскими полицаями, всевозможными частями вермахта, а оставшееся к тому времени местное городское население было настроено или нейтрально, или пронемецки, поскольку немцы-гестаповцы к тому времени вырезали в Минске все подпольные организации. И где бы подполье гетто взяло столько оружия боеприпасов, чтобы вооружить рабочие команды хотя бы на полчаса серьезного боя. Шансов не было, без вариантов. Только мелкими группами можно было прорваться из Минского леса. Нам повезло встретиться со связной от партизан проводницей Кати Перчонок. Ей было всего лет 12. Она сразу предупредила, что без оружия в отряд нас не возьмут. Но мы смогли раздобыть только один пистолет, а мой отец достал гранату. Весной 43-го года Катя вывела нас, 9 человек из гетто, довела до леса и объяснила, как продвигаться к старому селу, за которым в болотах начиналась партизанская зона. Нас было семеро молодых парней, а также мой отец Хаим Горелик и еще один наш товарищ, инвалид-протезник без одной ноги, Руба Шапиро. На подходе к старому селу мы заметили, что за нами следят несколько человек в полицейской форме. Но это оказались переодетые партизаны из отряда Буденного. Встретили нас в отряде демонстративно холодно и недоброжелательно. Нас привели к командиру этого отряда старшему лейтенанту Семену Газненко, кадровому командиру, бежавшему из плена. Газненко, глядя на нас, заявил, у меня людей больше, чем оружие. Чем вы собираетесь воевать? И тогда мой отец достал гранату, лимонку. Мол, вот. Но Газненко, взяв эту гранату в руку, поморщился и продолжил. Ну, бросишь ты ее в немцев. А что будешь дальше делать без оружия? У остальных с собой были только ножи и топоры. Но тут Фима Гимпель достал пистолет, и Газненко сразу улыбнулся. Вот это нам подходит. А еще лучше винтовки или автоматы. Фима Гимпель успешно прошел экзамен. Газненко поручил ему с пистолетом вернуться в гетто и привезти еще людей. Фим обрадовался такому заданию. Он надеялся вывезти из гетто своего старого отца. Судьба Гимпеля осталась неизвестной. Из гетто он не вернулся. И как он погиб, мы не узнали. Газненко отказался нас взять в свой отряд в качестве бойцов, хотя в этом отряде половина партизан была минскими евреями. И евреем также был комиссар отряда Фельдман. Про Газненко Семенова говорят, что он сам был евреем по национальности. Не захотел, значит, командир отряда своим помочь. Про Газненко всякое говорили. Я, например, слышал другую версию, что он был не евреем, а украинцем из Полтавской области, но в отряде женился на сбежавшей из гетто минской еврейке. Точно знаю одно, что бежать Газненко из лагеря военнопленных на улице Широкой помогли именно евреи из гетто. И отряд имени Буденного изначально формировался на базе вооруженных групп молодых подпольщиков, вырвавшихся из гетто. А кто на самом деле был Газненко по национальности, в тот момент роли не играло. Дело вот в чем. После того, как в отряд стали приходить местные жители и бежавшие из концлагерей военнопленные, то со временем в отряде росло и крепло недовольство среди партизан русских и белорусов. Они вслух возмущались тем, что командование отряда берет в отряды беглых из гетто безоружных евреев, когда самим партизанам не хватает продовольствия и оружия. И Газненко с Фельдманом, даже если бы и хотели нам искренне помочь, все равно не могли и были вынуждены плясать под чужую дудку. Но Фельдман сказал нам, идите в деревню Птичь, там собирается бежавший из гетто семейный лесной лагерь. Рядом стоит партизанский отряд, в беде вас, надеюсь, не бросят. Поживите пока с беженцами, помогите им, организуйте охрану, а там что-нибудь придумаем. И мы отправились в эту деревню, где в сараях находилось примерно 80 человек, все евреи, бежавшие из гетто. Женщины, дети, старики. Через какое-то время прибыл комиссар Фельдман, собрал людей, рассказал о положении на фронтах и сообщил, что партизанским командованием принято решение создания семейного отряда номер 106, в котором будут собраны спасшиеся из гетто Минска. Полная ясность появилась, когда к нам приехал командир нового отряда Шалом Зорин. Он сразу сказал, что в отряде создается боевая группа, что все мужчины получат оружие, и тогда мы отомстим немцам и местным предателям за гибель наших родных, за наш народ. Интервью и литературная обработка Григорий Койфман Конец первой части. Читал Олег Лобанов. Конец первой части.